Всем привет! Сегодня мы будем продолжать обзор о мультиметрах, о китайских мультиметрах, скажем так. И героем сегодняшнего обзора, ну или мысли о мультиметрах, будет такой вот интересный мультиметр с индексом DT9205A. Я надеюсь, видно это хорошо, потому что фокус сегодня не в восторге. Но с чего начнем? Начнем с того, что это не автомат, это мультиметр, в котором мы выбираем необходимую нам границу измерений и тип измерений вручную. После чего включаем его и измерения ведем. Либо включенную уже, то есть выбираем необходимую нам градацию. Начнем с того, что он может измерять, сверху вниз, так вот, слева направо. Это сопротивление, постоянный ток, переменный ток, транзисторы, емкость, амперы у нас переменные, амперы постоянные и прозвонка диодов, ну и просто, то есть прозвонка любых цепей, которые нас интересуют. Чем он отличается от предыдущего мультиметра, который мы рассматривали с вами? Это наличием проверки емкости. Выбираем необходимую нам градацию, вставляем сюда емкость и наблюдаем, сколько емкости в ней есть. Про точность этого измерения я не могу сказать вам, что она 100% точная. Но для домашнего использования, в принципе, сгодится. Здесь, в отличие от ДТ-838, имеется 4 отверстия для щупов. И чем они различаются? То есть, если в предыдущем у нас милиамперы мерились на одном же и том же гнезде, что и все прочие измерения, то сейчас нам для милиампер надо перенести щуп вот в это гнездо. До 20 ампер он меряет, тогда уже в это гнездо. То есть, особой этой роли это не играет, но имеется вот 4 гнезда. Либо отверстия, кому как нравится называть их, скажем так. Здесь блок для измерения транзисторов. Давайте, наверное, быстренько о корпусе. Силиконовая укупорка. Блок, в котором находится батарея на 9 вольт. Батарея не менялась с момента покупки ни разу. И, в принципе, ее хватает. Значит, достался он мне за 4 доллара по какой-то там акции около 4 лет или 5 лет назад. Сколько он стоит на данный момент, точно я вам не скажу. Вы сможете это легко узнать, сбив его в Google. Индекс его. Вот эта вот надпись может быть разной. То есть, это бренд, кто какой угодно лепит. Ну вот, индекс, в принципе, всегда один и тот же. По точности его, по личным впечатлениям, вполне прилично. Для домашнего использования, оговорюсь. И щупы здесь не родные. Щупы здесь у меня отдельные, их покупал. Стоят они в районе 150 рублей, такие вот щупы. Ну, или сколько там это, 5 долларов, да? Значит, в долларах я это все говорю, потому что не только смотрят меня жители на территории России. И поэтому так будет проще ориентироваться. Пару слов о щупах, вот этих вот, мягкая силиконовая оболочка у них. Щупы с низким сопротивлением. Очень такие, очень классные. Щупы лучше, чем те, что идут в комплекте. Ну и сам прибор по измерениям несколько поинтереснее, чем модель DT838, которая была в предыдущем обзоре. Интереснее он тем, хотя бы, что он уже включается на кнопочку. Автоматически выключается, если не происходит никаких действий. Может сохранять значение, которое есть на экране, запоминать при нажатии на кнопку вот эту вот. И давайте проведем измерение какого-нибудь китайского аккумулятора, китайский мультиметр. Просто мне попался здесь вот такой вот страшный сон любого аккумулятора. BTI или как там он, BTY. Но сейчас мы замерим. Говорит 1.33. 1.33. Возьмем для сравнения известную массовую модель. И замеряем с родными щупами на ней. Замеряем сколько она у нас покажет. Сопротивление в щупах роль играет, но не настолько серьезную, если. Ну, показывает 1.34. Так что, видите, собственно, сотые доли, они, может быть, и не важны для кого-то. Ну, иногда бывают необходимы. Ну, в общем, это не родные щупы. Такие уже боевые. В всяких изолентах замотаны. Что еще о нем я хочу вам сказать? Это удобный большой экран. Хорошо читаемый. И вот эта функция запоминания. Давайте еще раз замерим. И я покажу, как она работает. Просто так будет сразу, извиняюсь, сразу понятно все. Вот, скажем, я измеряю. Измеряю, измеряю. Ну, это у меня там все прыгает, потому что не контакт. И вот я раз нажал на кнопочку. Измерение убрал. Все вот они. Щупы висят отдельно. То есть, показания остались. И их можно переписать, либо чтобы не забыть куда-то. Такая заявка на профессиональные мультиметры, скажем так. Вот эта функция. Но, тем не менее, она есть. Также приятно для меня лично то, что индикатор здесь не только издает звук, но еще и загорается лампочка. Ну, многие скажут, зачем, какая разница пищит. И этого достаточно. Но бывают условия очень шумные, где мы используем мультиметр. И писка мы просто можем не услышать. А индикатор в виде диода нам прекрасно дает знать, что цепь есть. Так, что еще? В пользовании он у меня был беспощадным. То есть, я его не жалел. Поворотный переключатель не стерся. Хотя, я ожидал, что где-то через годик, скорее всего, он и затрется. Ну, думаю, через два максимум. Но, тем не менее, все нормально оказалось с ним. В принципе, мои впечатления о нем хорошие. Размеры у него, давайте замерим с линейкой. 15 сантиметров линейка. И вот, даже ее не хватило. Ну, пускай вот, скажем так, 15 и 3. 18 где-то сантиметров. Ну, и ширина. Ширина около 9 сантиметров. По размерам относительно народного мультиметра он выглядит вот так вот. Ну, естественно, как уже и говорил, плюс с дисплеем. Друзья, конечно же, это не профинструмент. Это не профоборудование. И в предыдущих, в комментариях, и в ЛС мне много людей написало о том, что, ну, зачем брать такой вот мультиметр. Это все, где игрушки там и все такое. Зачем вы его рекомендуете вообще? Возьмите лучше флюк. Да? То есть, американский мультиметр, который минимум стоит. У них вышли новые модельки. Флюк 15. Не помню, как дальше. 15, в общем. Так, и они стоят около 100-120 долларов. Ну, я думаю, разница существенна в 10 раз. И тот человек, который себе выбирает мультиметр от 100 долларов и выше, он вообще не будет смотреть такие видео. И уж точно прекрасно будет понимать, что для чего я рассказываю об этих мультиметрах. Ну, и глупо как-то говорить, что вот, да, там, возьми флюк, он лучший. Зачем говорить о плохой какой-то вещи относительно флюка. Я не спорю, друзья. Конечно же, флюк лучше. Это как то же самое, что говорит, что там какие-нибудь китайские ножи, там, вообще, нонеймовские, хуже, чем какая-нибудь Сибенза, там, очень-очень брендованная. Поэтому, понятно, что и там Китай, и там отчасти Китай. Ну, я к тому, что нельзя сравнивать вещи такого разного, то есть, диапазона цен и использования их. Эти мультиметры, которые вот я сейчас показываю, в том числе, вот этот, это сугубо такой домашний мультиметр. Их очень много разных видов бывает. С отодвигающимися экранчиками, широкие, более узкие, там, какие угодно. Все они стоят в районе 10 долларов, и примерно все одинаковые. Но у меня их всех нету множества. Я говорю о тех, что я, то есть, пользовался, и те, что оставили у меня хорошее впечатление. Довольно точно, еще раз повторюсь, для домашнего измерения удобный большой экран. Ну, и, в принципе, плюс можно его вот так вот поставить на подножку, и будет все работать замечательно. Теперь о минусах. Теперь о минусах. Минусы в нем, естественно, тоже есть, потому что, как же без них? Ну, первое, это были родные щупы, которые я выкинул уже куда-то давно. Это был просто ужас. Полнейшие, это были деревянные щупы какие-то, которые, провода не гнулись и ломались. В общем, они сломались там, наверное, за неделю, и все, как исчезли у меня. Поэтому вот я взял для него новые щупы, которые классные, мне нравятся. Далее минус был в том, что достался он мне, так, извиняюсь, фокус пропал. Попробуем настроиться. Ну, пока настраиваться я буду рассказывать. Значит, попался он мне с дефектом экрана. Дефект заключался в чем? В том, что не все цифры на дисплее отображались. То есть, например, нули могли быть без какого-то сегмента на дисплее, либо он выводился очень тускло. Ну, зачастую это означает лишь одно, что просто дисплей отошел от контактов, и нужно его чуть-чуть более придавить, либо выровнять, либо почистить контакты. То есть, поставить дисплей на место. Ну, что, собственно, я и сделал, почистил, поставил на место, после этого все нормально заработало. То есть, минусы, конечно же, есть. Возможно, этот минус просто как-то там ехал, и пока где-то там в таких местах упал, может быть, и дисплей начал показывать страшные цифры. Ну, то есть, начал сегменты потерять. Просто отошел, то есть, контакт. Больше для себя минусов не нашел. В принципе, за те 4 доллара, что он мне достался, это отличный мультиметр для дома. Я могу его рекомендовать вам. Друзья, если у вас еще нету вот такого вот ДТ-838, и вы думаете, что же взять, то, в принципе, можете взять такую модельку. Ну, не именно эту даже, просто эту я пользовался. Их много разных, не всех примерно одинаковые ДТ-Х. Ну, она чем удобнее? Для кого-то будет удобнее то, что больше дисплей. Вы видите, насколько он больше. Ну, для кого-то будет минус то, что больше размер. Мультиметра, собственно. Ну, вот так вот. Разница в цене у них, по-моему, доллара 2, наверное. Не больше. То есть, что этот где-то 10, что этот где-то 5, 6, 7. И, ну, и этот, может быть, 8 даже стоить. Такой вот небольшой обзорчик. Обзорчик мыслей моих по вот этому мультиметру. Как ни странно, я думал, он очень быстро умрет. Но он оказался живучим. И доказал, скажем, свое так качество. Потому что 4 года для китайского мультиметра прожить, это, это да. Это серьезное испытание, мне кажется. То, что такие мультиметры мрут вообще просто пачками бывает. А этот живет. Живет. Ну, и сам так более-менее приятный. Конечно же, еще раз, еще раз скажу. Это непрофессиональное какое-то оборудование. Даже близко к нему не придвигается. И сравнивать его с дорогими, качественными, там, прецизионными мультиметрами лабораторными просто неправильно. Это заранее кто начнет мне писать, что возьми где флюк. И тогда будет где все лучше и качественнее. И зачем такое вот рассматривать. Зачастую реальность такова, что у большинства даже профессионалов имеются китайские мультиметры. Имеются вот такие вот обычные индикаторные отвертки. И нету никакого там дорогущего оборудования. Потому как неважно, насколько будут у вас дорогие кастрюли. Если вы не умеете готовить, то еда в них не получится вкуснее от этого. То же самое и с инструментом. Ну, я считаю так. И, конечно же, инструмент должен работать. Работать и еще раз работать. Все. Спасибо, друзья. Надеюсь, было интересно. Ставим лайк. Подписываемся на канал. Задаем вопросы по мультиметрам. Делимся впечатлениями собственными. Что у вас за мультиметры можете рассказать. Написать. Можете и ответ сделать. Это будет тоже приятно увидеть, какими мультиметрами народ пользуется. Из такого дешевого диапазона. Конечно же, у кого дорогие мультиметры, можете тоже видеообзор сделать. Ну, там все понятно будет, что если это флюк, то, конечно же, да, это здорово. Но это будет нечестный такой видеоответ немножечко. Но, каждому решает сам, что ему нравится, что нет. Спасибо, друзья, за просмотр. Пока. Продолжение следует.